В 2004 году на турнире в Вейканзее маленький Магнус Карлсон создал настоящий шедевр в духе мастеров 19 века в стиле непревзойденного Михаила Таля. Речь пойдет о партии, сыгранной белыми фигурами против нидерландского шахматиста Эрнста Сипке. Магнус запускает центральную пешку, черный отвечает защитой каракан. Белый захватывает центр, черный нападает на пешку Е4. Магнус защищает пешку попутно развиваясь, следует размин в центре доски и выход слона на оперативный простор. На доске классический вариант данного дебютного построения. Атакованная фигура убегает на поле Ж6, Карлсон захватывает пространство на королевском фланге, угрожая пойти Х5 и огорчить вражеского слона. Поэтому Эрнст образует форточку для слона. Белый играет конь Е3, угрожая наскоком конь Е5, черный защищается. Белый увеличивает пространственные завоевания, а далее меняет белопольных слонов. Сипке открывает дорогу чернопольнику, выставляя волнорез против центральной пешки белых по Арону Немцовичу. Магнус завершает развитие легких фигур и после хода коня в 6 делает рокировку в длинную сторону, налаживая взаимодействие ладей. В то же время нидерландский шахматист планирует эвакуацию короля именно на королевский фланг. Получится крайне острая позиция со взаимными шансами. Белые будут наступать на королевском фланге, а черный контратаковать на противоположном участке доски. Магнус централизует коня черный, вбрасывает ферзя, нападая на пешку А2. В принципе белые делают полезный ход король Б1 и пешку защищают и уводят короля с линии С, которая в перспективе может скрыться после типового подрыва С5. Сипке делает рокировку в короткую сторону. Магнус меняется на поле Ф6 и активизирует коня черный, создает рентгенчик против королевы, поэтому Карлсон отступает ферзем на поле Е2. И в этом положении, прежде чем подрывать центральную пешку тычком С5, необходимо было пойти ферзь Б6. Во-первых, нападая на пешку Д4, во-вторых, создавая угрозу выпада слон А3 с атакой к пешке Б2. Например, на оборонительное С3 уже можно проводить стандартный подрыв для защиты каракан, продвижение С5 с примерно равными шансами. Но вместо этого в партии нидерландский шахматист сразу сыграл С5. Магнус жертвует лошадь, бросаясь на сотни штыков черных пехотинцев. Мотивом данной комбинации является незащищенное положение вражеского слона. Лучше всего здесь было сыграть ладей Е8, как раз защищая атакованную фигуру. Правда, после размина на поле Е7 белый получает материальное преимущество, пробивая на С5. Не успевает черный отыграть пешку из-за провисания ладьи. А разменное поле Д1 не помогает, поскольку после данного размена брать пешку на С5 нельзя из-за двойного удара. Можно, конечно, вместо этого пойти КНД5, атакуя слона. Но тогда белый защищает пешку на С5, нападая на ладину и, в принципе, сохраняет материальное преимущество и все шансы на победу. Скорее всего, это было меньшим изол для нидерландского шахматиста. В партии же он не защищает атакованного слона, а принимает жертву фигуры и теперь начинается настоящая экзекуция. Магнус пробивает на поле Е6, нападая на короля, а также на слона. Защищаться ладью нельзя из-за удара на Ж6, используя связку. Белый, как минимум, выигрывает качество. Поэтому король уходит в угол доски. И что вы думаете, Магнус не забирает слона на поле Е7, а пробивает на Ж6? Черный защищает слона, но получает хоботом по черепушке, а затем прямой удар в челюсть. И после взятия Белый забирает слона на поле Е7. Окончен бой. Орудия остыли. Маячит мат, не унесешь с собой в могилу то, что успел за эту жизнь наворовать. Черный вынуждены отдать часть материала для того, чтобы защититься от мата. После взятия на поле Е7 опять же угрожает мат в несколько ходов. Король пускается в бега, ладья за ним идет в догонку. Следует ход ладья Д6, небольшой финт ушами. Нельзя брать ладью из-за мата по первой горизонтали. Но Магнус Карлсон на чеку. Он играет ладья Ж3. И что теперь делать? Угрожает на отступление короля, допустим, на поле H8. Мат после хода ферзь H4. И если же король отступит на H7, то Белый предварительно дает шаг с поля Е4. Дальше шаг с H4 и матует вражеского монарха. На сипке для того и сыграл ладья Д6, чтобы защищаться от шагов по шестой горизонтали. В партии он перекрывается ладью, хотя и это не помогает. Магнус дает диагональный шаг на взятие пешки еще один шаг и спасения нет. В случае, если король отступает на поле Е7, то Белые дают шаг ладьей. Защищая первую горизонталь, на отступление не с шагом пробивает на F8 и дальше выигрывает ладью. Посчитав этот несложный вариант, нидерландский шахматист, видимо, решил не мучиться больше в этой партии. Пошел ладья F6 и получил мат по седьмой горизонтали. Что ж, друзья, если вам понравилась эта партия в исполнении юного Магнуса Карлсона, поддержите видео лайком, поделитесь роликом с друзьями и до следующих встреч.